Друзья, всем привет, Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Сегодня посмотрим, соответственно, какая ситуация по биткоину, чего стоит опасаться, чего стоит ожидать, какой профит я зафиксировал за эти вот два дня еще сверху, ну и, собственно, какие мои дальнейшие действия по крипторынку. Давайте, пожалуй, начнем с вами с ситуации по биткоину. Биткоин у нас с вами показывает довольно серьезные проливы, при этом он штурмует довольно серьезные зоны 8300, 8400. И здесь я хотел бы вас немножко предостеречь. Смотрите, в принципе, сейчас довольно большие объемы начинают рисоваться на продажу. Мы с вами должны отслеживать уровень 7500 долларов. Соответственно, пробивая этот уровень, ну в идеале, конечно, пробивая и закрепляясь под ним, нас с вами могут отправить очень в веселый-веселый-превеселый полет. Причем пойти мы с вами можем вплоть до уровня 6500. 6000, наверное, одним движением мы не закроем, но, вероятнее всего, наш поход будет вот на эту консолидацию. Поэтому здесь нужно по битку очень следить. Понимаете? Смотрите, вот здесь вот было распределение. Дальше, ну на небольших объемах мы рисовали рост. Это, в принципе, нормальная ситуация для роста. Но извините, когда у нас с вами идет просадка на объемах и потом продолжаются объемы на слив, несмотря на то, что эти уровни, в принципе, держат. То есть, их потихонечку выкупает. Видите, там миллион долларов. То есть, ну, серьезно держат. В любой момент эти ордера могут пропасть. И еще раз говорю, если мы с вами пробиваем уровень 7500, надо очень-очень-очень внимательно относиться к активу. Тут возникает довольно логичный вопрос. Соответственно, если у нас польют биткоин, будет ли у нас переливание данных объемов во льту? Если честно, я не очень в этом уверен, потому что, действительно, на консолидацию у нас пошли переливания. Но при проливе биткоина, думаю, у нас будет выход вот этих всех объемов тоже в фиат. Да и, в принципе, друзья, всегда надо учитывать, даже вот так вот покрасивше будет, вот такой вот рост, он без коррекции пройти не может. По-хорошему, вот если смотреть, если рассматривать, что у нас сейчас восходящий тренд, предположим, что это не ложное пробитие, хотя еще подтверждений таких нет. Потому что, чтобы у нас было подтверждение того, что пробитие не ложное, мы с вами, извините, должны пробить, ну, минимум до уровня, там, получается, 9200, 9500 мы с вами должны пройти для того, чтобы подтвердить вот это вот глобальное преломление снисходящего тренда, то, что оно у нас с вами поломано. Вполне может быть то, что это ложное пробитие, то есть нас сейчас выкинут вверх, да, и дальше вообще отправят к уровню 4000, то есть это будет просто обыкновенно ложное пробитие, и дальше мы будем где-то на этих уровнях консолидироваться. Поэтому здесь надо быть очень серьезным и очень внимательным. Следующий момент. Хотел бы узнать, я обратил внимание, то, что увеличилась активность на канале, хотел бы узнать, сколько здесь, много ли людей, которые совсем вот только-только узнали о биткоине, только-только начали узнавать всякие новости, там, про рынок, что такое биткоин, что, куда, как, потому что я хотел бы, может, в рамках своего канала, но оценить количество новых игроков на этом рынке. Поэтому, друзья, что касается биткоина, ну, очень аккуратно. Вот серьезно, 7500, если будем пробивать, штурмовать можем. Здесь именно важен вопрос пробития, желательно закрепление. Просто можем не успеть закрепиться, потому что здесь могут так вырасти объемы, что нас сразу вниз будут кидать. Поэтому вот этот вот уровень, а если точнее, вот цены 7600, 7400, вот очень внимательно за ними следите. Отслеживайте, поставьте себе будильники, и уже от этого, соответственно, надо будет плясать по рынку, выходить в фиат или нет. Теперь рассмотрим ситуацию по альткоинам. Соответственно, я расскажу, какой у меня получился процент на этом росте в альтах, чего я дальше ожидаю, что здесь довольно страшное. Но вначале пару слов о спонсоре данного выпуска. Друзья, спонсор данного выпуска – компания BetMatch. BetMatch делает мир ставок честным и прозрачным благодаря блокчейн-технологиям. Инфраструктура блокчейн используется для хранения средств и расчета ставок. Компания принимает только криптовалюты, а это значит, что больше не нужно отчислять комиссию, завод и вывод средств платежным системам и колоссальные налоги от каждого выигрыша. Смарт-контракт заменяет авторитет букмекера, а это значит, что ставки будут срабатывать мгновенно, а выплату выигрыша невозможно будет задержать или отменить, даже если ты выиграл крупную сумму и не первый раз подряд. Классическая технология расчета коэффициента ставок и управления рисками – это ключ к успеху и главное преимущество компании BetMatch. Ссылка на проект BetMatch в описании под видео. Что касается ситуации по Ripple, для начала напомню то, что я его набирал в районе 29 центов, в районе 31-32 центов. Дальше мы с вами увидели PAM. Мною было принято решение вот это вот все, что я в среднем закупил по 0,3,5 цента, зафиксировать по 38,3 цента. Зафиксироваться я решил по той причине, что здесь довольно серьезное сопротивление было и далеко не факт, что мы его могли вот так вот легко пробить. То есть мы дошли до сопротивления 40 центов, мы вот здесь вот стояли и у нас появились объемы довольно серьезные на продажу. Поэтому я принял решение, что надо зафиксировать этот актив и уже дальше смотреть точку входа. Вообще еще в очередной раз вам напоминаю то, что действительно очень важный момент – это точка входа и выхода из актива. Сколько он стоит? Да хрен бы с ним. Действительно, надо найти просто вот момент, когда вы сможете хорошо купить и момент, когда вы сможете на этом заработать. Ладно, давайте дальше. После этого мною было принято решение, то есть он пошел расти по 40,5 центов, ну вот, соответственно, где-то здесь. Я его решил купить. Дальше он нас опять начал показывать рост. И что самое неприятное, рост у нас был, ну, вообще с очень минимальными объемами, очень-очень-очень слабый. То есть по всем признакам было видно то, что еще чуть-чуть и мы пойдем вниз. Плюс вчера вот появились, к сожалению, я ордера на продажу не получил, не успел заскриншотить. То есть такого же плана появились ордера, извините, на 154 тысячи. То есть те, кто торгует под секс, понимают, что это уже там совсем какие-то жесткие ордера на Ripple именно. Такие же ордера были на продажу, то есть на уровне 44 центов. Ну вот они пропали и не успел заскриншотить. И появление таких вот, ну, оверобъемных ордеров дало мне возможность предполагать то, что у нас будет слив. Поэтому по уровню 42,7 центов, напомню, от закупа 40,5, то есть покупал вот где-то здесь, продавал, получается, вот здесь вот. Перед пампом, кстати говоря, продал. То есть на то и был, видимо, расчет, то, что у нас будет памп на эти объемы. И потом сразу будут сливать. Ну, я решил перестраховаться, собственно говоря, здесь решил выйти. Ну, как вы увидели, его протянули, да, протянули его круто. Там до уровня 47, получается. Да, до уровня 47 центов. Ну и вот мы с вами наблюдали откат там вплоть до 40 центов. Входить ли сейчас в этот актив пока не очень хочу, потому что действительно довольно большое количество объемов было влито на продажу. И вполне возможно, что мы сейчас видим медвежий флаг локальный, который как раз чисто по сценарию отрабатывает. То есть слили, немножко подросли и дальше следующий сильный слив. Поэтому пока что мной было принято решение по этому активу посидеть в Фиате. Пока что точку выхода на него не хочу искать, потому что, как показывает рынок, только у нас проливается биткоин. Биткоин у нас сегодня, кстати, проливался до 7800, это, извините, пожалуйста, минус 500 с лишним баксов. И, в принципе, Альта решила за ним тоже немножечко откатиться. Соответственно, еще раз напоминаю, если я буду какие-то предпринимать решения, то все решения у меня будут в группе ВКонтакте. Вот вкладочка «Мои ордера», и, соответственно, здесь все ордера мои. И, ребят, пожалуйста, не флудите, не пишите здесь вот ответы никакие. Вот написано же, тут не флудить, буду удалять комментарии. Здесь чисто мои ордера. Очень надеюсь на понимание. Ну и, соответственно, если я буду предпринимать какие-то решения по входу, я все там буду описывать. Также вчера я давал вам сигнал по входу в Zcash. Но было тогда сказано, что, соответственно, при пробитии уровня 75 закреплений, то есть, вот видите, мы пробили закрепление, прошли, дальше пошел у нас рост. Можно будет войти, тоже забрать какой-то свой процент. Ну, помпанули его до 90 долларов, ну, реально, там 85 можно было забрать. Все в курсе то, что я нахождился в этот момент в репле. Здесь, кстати, тоже хочу обратить внимание, что довольно так, видите, слив, слив, слив. И если смотреть стаканы, ну, стаканы здесь не очень интересны, но явно по объемам слив. И как-то особо на продажу по глубине рынка нет. Но все равно, друзья, говорю, здесь надо оценивать фундаментал, надо оценивать то, что довольно большое количество новых людей вошло в данный рынок. У многих людей даже, которые на этом рынке довольно давно, нехилая такая эйфория. И на этом могут очень хорошо спекулировать. На данный момент, вот по вот этим вот движениям репла мне удалось забрать, ну, там более 50% у меня чистыми получилось. Как он себя будет дальше вести? Видите, вот я веду сейчас, сейчас делаю, записываю обзор. 41,7 был, сейчас 40,6, 1 цент. Ну, явно, что-то здесь мудрится, и лучше действительно переждать вот всю эту тему в Фиате, когда уже будут там более логичные точки входа, тогда уже смотреть. Если честно, сейчас Ripple я бы не рассматривал уже как памп-актив. Я думаю, свое этот актив отыграл. У нас есть неплохой Zcash, который, если опять будет пробивать вот этот вот уровень, ну, вот этот даже уровень, уровень 80 долларов, если Zc будет пробивать, можно вполне вскакивать, опять прокатиться там до уровня 90-100 долларов. Ну, до 87 прокатитесь точно, если по 80 войдете, если он будет пробивать вот это сопротивление. Потому что здесь не такая уж проторговка, больше спекулятивная, а вот здесь прям серьезное сопротивление. Причем, видите, прям уровень почти один в один с ценой соответствует уровень, соответствует цене. То есть уровень 80, да и цена везде 8,5, 80,01, 80, ну, соответственно, пробиваем 80. Я думаю, тут даже без закрепления можно входить, потому что, в принципе, здесь тоже уже сформировался этот уровень. Было пробитие 80, сразу протащили, это сколько получается? Ну, плюс-минус там 15%, ну, больше 10%. Поэтому здесь будет такая же масса заработать. Ну, по крайней мере, я думаю, я, наверное, попробую, если нам рынок предоставит такую ситуацию. Но сейчас все же в первую очередь надо посматривать за биткоином, потому что локально он показывает даунтренд, помимо того, что он локально показывает даунтренд, плюс он еще и показывает то, что, как вы вот видите, есть аптренд, ну, реально аптренд. И здесь вот у нас явно выход за него и тест. Тест снизу, что показывает, что показывает с наибольшей вероятностью, что мы дальше пойдем в откат. Поэтому очень внимательно уровень 7500 пробития, ну, вот сколько здесь, давайте точнее, 7400, 7450, ну, плюс-минус, 7500, 7450 закрепление снизу, ребят, могут очень хорошо вниз прокатить. Поэтому сейчас надо пристально следить за активом. По крайней мере, поздравляю, друзья, то, что сейчас нам удалось заработать действительно нехилый процент. И, ну, знаете, как говорится, синица в руках уже на данный момент лучше, чем где-то там журавль. Журавля мы поймаем уже на более очевидных точках хода. Надеюсь, был полезен. Все ссылки можете найти в описании. Если видео понравилось, поддержите видео лайками. Обязательно держитесь своими мнениями в комментариях. Кстати говоря, я провел опрос, теперь всякой чуши, мути там не будет. Там будут реально адекватные мнения, в том числе и не согласных со мной. Ребят, удаляю только маты, только каких-то отбитых придурков и тому подобное. Потому что я и так сейчас на каком-то уровне уже был нервного срыва. Потому что вчера я вообще никакой, потому что почти четвертые сутки не спал. Сейчас хоть чуть-чуть выспался. Но я не готов просто вот это все говно у себя на канале терпеть. В общем, если не подписаны на канал, подписывайтесь. До следующего выпуска. Работаем. Субтитры сделал DimaTorzok